Здравствуйте, дорогие друзья! Привет-привет! С вами Макс. И с вами Юля. И это канал Русский с Максом и Юлей. Для тех, кто изучает русский язык. Сейчас вы услышите диалог. И этот диалог поможет вам, поможет вам, поможет вам изучить русский язык. Что происходит? Даю установку, диалог поможет. Да, происходит то, что мы сегодня будем говорить о влогерах или блогерах-обманщиках. Мы будем говорить про темную сторону блогинга. Да? Давай начнем, Юля, со светлой стороны. Давай со светлой. Учить русский язык. И этих влогеров и блогеров можно поддержать, подписавшись на их мембершип-программу, друзья. И тогда вам будут доступны транскрипции для видео, транскрипции для подкастов. Да-да, у меня есть еще подкаст, друзья. Слушайте его обязательно. И изучайте русский как? Увлекательно. Увлекательно. С интересом и эффективно. Окей, теперь поговорим о плохих блогерах-влогерах. Нет, давай еще с позитивной стороны поговорим. Да, про светлую сторону. Да. Юля, чего хорошего в блогерах, в блогах на ютубе, в инстаграме и так далее? Ну, хорошее то, что можно узнать больше, например, о жизни в каком-то месте из первых уст. Если вы смотрите там блогера, который живет в другой стране. Или, например, о путешествиях, если это тревел-блогер. Да. Или о какой-то профессии, да, если это блогер, который рассказывает о своей профессиональной деятельности. Потом второе, наверное, я бы сказала, что это возможность получать информацию, потому что много, ну, некоторые называют это экспертные блоги. Ну, например, по фотографии, да, фотограф рассказывает каждый день какой-то полезный совет для начинающих фотографов. Угу, окей. То есть блогеры с какой-то специальной темой. Специальной темой, да. Экспертные. Экспертные. Экспертностью, с опытом в чем-то, что можно подтвердить чем-то, да, кроме того, что они сказали, что мы эксперт. Ну, и они рассказывают, как, в общем-то, стать такими же экспертами. Угу, окей. А ты что думаешь? Ну, я думаю, что, конечно же, блоги — это отличный способ, чтобы изучать иностранный язык, да, потому что контент обычно связан с реальной жизнью, с тем, что происходит сейчас в стране или в мире, и ты слышишь те слова, которые используются сейчас. Да, вот испанский, мы же так с тобой учили, мы находили много блогов, влогов, точнее, на испанском, и это было очень интересно. Давай, да, скажем разницу на всякий случай. Обычно влог — это означает видеоблог, да, то есть влог — это про YouTube, а так вообще блоги, да, блоги, влоги. Хорошо, договорились, но что-то еще хорошее? Ну, окей, хватит. Давай, я думаю, что все знают и так, в чем преимущество и позитивная сторона блогов. Но, возможно, не все знают про темную, про обратную сторону блогинга, да? Да. Сначала мне нужно призвать сюда Сабрину, мне кажется, она поможет. Раз, два, три. О, Сабрина! Призвалась. Отлично, получилось. Так вот, Сабрина, я потом тебе задам несколько вопросов отдельно. В чем темная сторона блогерства и вообще блогеров? Ну, Юль, например, блогеры часто что-то продают. Что-то нужное, что-то хорошее, что-то ненужное, что-то нехорошее. Или вообще обманывают людей, продавая им какие-то фейковые товары. Да, есть такое. То есть реклама – это абсолютно нормальный способ монетизации своей блогерской деятельности. Но блогеры, которые работают честно, указывают, что это реклама. Да, они могут пользоваться тем же самым товаром и даже быть довольными им, но тем не менее, если им платят за это, они маркируют свой контент тем, что это реклама. Хорошо. То есть нормальные блогеры, которые рекламируют что-то, они об этом говорят, они это не скрывают. Да. Хорошо. А есть еще плохие блогеры? Да, блогеры, которые берут рекламу, но не говорят о том, что это реклама, но рассказывают своим подписчикам, что это лучший товар в их жизни, это вот надо обязательно использовать. Хотя, возможно, это некачественный товар или они никогда им не пользовались сами. И это, естественно, введение в заблуждение. Да, это введение в заблуждение. Такая есть статья, по-моему, да, у нас? Ну, это мошенничество. А, мошенничество, да. Мошенничество или введение в заблуждение. Когда ты своими словами, тем, что ты говоришь, другого человека вводишь в заблуждение. То есть дезинформируешь человека. Да. Да? Ты дезинформируешь человека. И это плохо. Правда, Сабрина? Да, это плохо. Это плохо. Однозначно, это плохо. Сто процентов ты со мной согласна. Есть еще один тип рекламы, потому что рекламодателем может быть частная компания, а может быть и государство. Государство. Вспомним этот страшный пример государственного заказа на рекламу, госзаказа. Мы говорим про Россию, конечно же. Когда началась мобилизация осенью 22-го года, то можно было увидеть огромное количество блогеров. Что они делали, Юля, расскажи. Да, это было, по-моему, не на Ютубе, а ВКонтакте. Ну да, наверное, ВКонтакте. Может быть и на Ютубе было. Но, короче, были видео. Да, были видео, в которых блогеры рассказывали, что призовут по мобилизации всего, по-моему, 1% от населения, которое может воевать, а 1% это... И дальше были варианты. Один чипсик в пачке чипсов. Это всего лишь один чипсик. 1% людей, это не важно. 1% это только одна чипсинка в пачке. В пачке еще много жри, да? Или было с картошкой фри. Картошка фри, да. Одна палочка картошки фри. Блогерша такая вот, дама, значит, с губами, с такими глазами большими, да? И она такая, посмотрите, вот пачка картошка фри, и вот мы берем одна картофель... Одна, как сказать? Одна... Картофель, да. Один кусочек картошки. Один кусочек, да. Один кусочек картошки фри. Это всего лишь 1%. Разве это так много? Да, и бьюти-блогер, которая сравнивала людей с косметикой в косметичке. Ну, типа вот женская косметичка, она же огромная. А, целая косметичка. А 1% это там... Помада. Помада, да. Ага, то есть мы берем косметичку, а помада это 1% из женской косметички. Ничего страшного. То есть идея была в том, что 1% потенциально, возможно, мобилизованного населения... 1%... Ничего страшного. Ничего страшного, если они умрут. Ничего страшного, если они, не знаю, будут инвалидами. Это 1%. Зачем вы паникуете? Зачем вы психуете? 1%. Это дико по всем фронтам. И то, что такая реклама, в принципе, существует. То есть государство пришло к блогерам, как это часто происходит. И, конечно, наверное, не только в России. Я не знаю, я могу только про Россию говорить. Но сам сценарий. Вот кто это придумал? Я не думал. Окей. Нужны люди для мобилизации. Просто вот давайте представим где-то вот в абстрактном мире, да. Ну, как бы можно сказать по-другому, да. Как-то о том, что 1% нужен людей, и многие из них умрут. Ну, как-то это можно сказать по-другому, да. С картошкой сравнивать. Да, не нужно. Жуть. Сам факт мобилизации, как бы, жуть. Но сам факт о том, как блогеры это рекламировали, это просто уму непостижимо. Да. Да, хорошо. Об этом поговорили. Еще интересный момент про контент для блогеров. Потому что есть блогеры, которые не сами делают контент. И у них... Нет, есть блоги там, у них редакция, команда. Они вместе работают над контентом. Это нормально. Но есть блогеры, для которых все продукты, все инфопродукты, книги, курсы и так далее, все это делают специально подготовленные люди. То есть вы видите, что блогер говорит, что у меня есть суперкурс, или я написал книгу про свои приключения, про свою жизнь. Покупайте мою книгу. А на самом деле эту книгу написал литературный раб. У тебя есть история, Юля, расскажи. Да, мне предлагали быть литературным рабом. Что это такое было? Ну, я искала какую-то вакансию, это было, может быть, пару лет... Работу ты искала. Работу, да. Пару лет назад. И я увидела вакансию, где требовалось... Ну, там по описанию было написание текстов или что-то такое. У меня был опыт написания текстов для различных сайтов. Я откликнулась. И мне сказали, что работа заключается в том, что есть некая блогер, которая рассказывает там про какие-то темы женственности и вот всего такого. Как быть настоящей женщиной. Ну, да, то есть вот это вот всё. И надо посмотреть, значит, профиль этого блогера, посмотреть, какой у неё стиль и, в общем-то, в качестве тестового представить кусок текста, потому что потом предстоит написать для неё книгу, где она поделится своими потрясающими познаниями в женственности. Вот так, друзья. То есть есть вакансии, вакансии, да. То есть есть специальная работа, есть специалисты... Агентства целые. Агентства целые, которые для блогеров делают контент. Прям вот, прям контент. И потом этот контент продаётся от имени блогера. Книги... Курсы. 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 Ну, марафоны, наверное, не знаю. Ну, марафоны по-разному можно назвать. Да. Было замечено, ну, вот людьми, которые изучают этот феномен, что курсы про успешный успех или там про мышление, финансовое мышление, денежное мышление. Научись мыслить так, чтобы купюры просто вот так вот к тебе на лоб лепились, вот так вот ты магнит был для купюр. Да, было замечено, что они все очень однотипные. Там буквально одинаковыми фразами люди говорят. Одна структура. Да. И, в общем, по результатам как бы расследования такого блогерского журналистского, которое было проведено, это один и тот же продюсерский центр, который просто разным блогерам этот контент даёт. А блогеры, ну, просто записывают видео и рассказывают про свой замечательный успех и те выводы, да, тот опыт, который им помог к этому прийти. Ну, это мошенничество. Это мошенничество. Это мошенничество. По сути, люди просто, ну, продают абсолютно, ну, как бы товары, которые не соответствуют действительности. Товары, которые вводят людей в заблуждение. И это бросает тень, в принципе, на онлайн-образование, потому что у многих закрепляется, что онлайн-курс — это обязательно что-то про успешный успех, женственную женственность и некачественный контент. Хотя, на самом деле, онлайн-образование — это в том числе образование, которое осуществляется посредством интернета. Да. Сабрина абсолютно, да? Сабрина, ты согласна? Да? Хочешь что-нибудь добавить, Сабрина? Сабрина, что ты хочешь добавить? Покупайте курс, как быть владентиком. Да? У тебя уже есть свой курс, Сабрина? Сабрина, книжку уже написала? Ты еще не написала книгу? Сабрина, тебе нужен какой-то раб, литературный раб. В общем, друзья, будьте внимательны с теми вещами, с тем контентом, который делают блогеры. Будьте внимательны и всегда имейте в виду, что то, что говорит блогер, может не соответствовать действительности. Вот, будьте осторожны. Но, тем не менее, мне кажется, что блогинг — это прикольно, это интересно. И я часто смотрю какие-то блоги для изучения языка, иногда чтобы приготовить что-то, какой-нибудь пирог или какое-то блюдо. Иногда, чтобы найти информацию, как, не знаю, починить что-то или как купить велосипед, как купить компьютер, как купить микрофон, это все очень помогает. Безусловно, да. Мне кажется, что сейчас довольно много контента, который действительно делают люди-блогеры, и это классно, что блогер — это, в принципе, профессия, и нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на блогинге. Просто не надо вводить людей в заблуждение и продавать некачественные товары и услуги. Абсолютно согласен. Ну что ж, друзья, если у вас есть какие-то свои примеры каких-то странных блогеров или еще чего-то, пожалуйста, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать это. Как у вас в стране дела с блогингом? До встречи в следующем видео. Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!